Всем привет! Сегодня я вам хочу показать, как можно установить SkinChanger без использования флеш-накопителя, либо его у вас просто нету. Для этого нам понадобится вот такая вот программа, которая называется Soft Perfect RAM Disk. Ссылку на неё оставлю в описании. Вот он. Нажимаем вот эту зелёную кнопочку, сходя бесплатно в пробную версию. Также нам, естественно, понадобится сам SkinChanger, который мы тоже можем скачать по ссылке в описании, который я тоже оставлю в описании. После скачивания и установки Soft Perfect RAM Disk, открываем её. Она у меня уже открыта. Нажимаем образ. Создаём образ. Имя файла. Абсолютно любое. Вот такой, пускай. 250. Это размер, который будет вмещать в себя нашу флеш-накопитель. Ну, грубо говоря, как настоящая флешка. Ставим 250, ну, так как для SkinChanger это даже много. Достаточно и 200. Но я взял с запасом. Может когда-нибудь пригодится. FAT32, метка Тома, абсолютно любая, плюс-плюс хотя бы. Дальше идём. Вот нажимаем эту вот кнопочку на эту папочку. И нам нужно сделать... Обязательно на рабочий стол. Этот образ. Тоже абсолютно любое имя файла. Сохраняем. Тоже на рабочий стол. Обязательно. Нажимаем ОК. Вот он у нас появился. Это наш образ. Далее, после того, как мы всё сделали, нажимаем на вот этот зелёный плюсик. Вот он. Выбираем наш образ. Открываем. Ставим абсолютно любую букву. Пускай будет N. Как съёмный диск. Обязательно. Иначе ничего не получится. И сохраняем содержимое. Это для того, чтобы наши файлы, которые находятся в этом эмуляторе флеш-накопителя, не удалялись. Нажимаем ОК. Идёт монтирование. Всё. Теперь, когда мы зайдём в наш компьютер, мы заметим вот такую вещь. У нас появился переносный флеш-накопитель. Но это эмуляция, естественно. Дальше. Скачиваем SkinChanger. По идее, вы скачали его в самом начале. Если вы уже перешли на эту ссылку, на этот видео. Открываем его. Вот он. И всё так же, как вы могли показывать в других видео. Просто перебрасываем все эти файлы. все эти файлы на вашу флешку. Я ничего установить не буду, так как у меня уже всё установлено. Всё. Закрываем. Я этот сейчас удалю, потому что мне это уже не нужно. Удалить. Всё. Всё. Открываем. Заходим в нашу флешку. Если у вас не будет работать через обычное приложение, в CSGO Changer, заходим в BIN. Там просто может выдавать ошибку при запуске самого SkinChanger. Заходим в BIN и запускаем через CSC. Всё это можно закрыть. Запускаем. Открыть. Да. Запустить. Всё. Обязательно выключаем наш антивирусник, который мы вроде бы выключен. Да? Всё он дал. Выключено. Замечательно. И нажимаем запустить F SkinChanger. Удаляем, 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 удаляем. Запускаем. Это окей. И открываем Counter Strike. Вы этого ничего не увидите. Просто потому, что я сейчас записываю свой экран, а не игру. А монтировать я толком ещё не научился. Поэтому всё. Программа работает. Для того, чтобы после всех наших манипуляций у вас не влетала Counter Strike, ну, не выкидывая из матчмейкинга, всё закрываем в конце. То есть, КСГО Зачем это уже закрываем. Это переходим обратно. Заходим в нашу программу. И демонтируем. Демонтируем. Всё. И теперь можно сказать так, что наша флешка была вытащена. И уже нас больше не кикнут. Как вы спросите, скин-чернер будет работать. А очень просто. При запуске Counter Strike все файлы, все скины, они устанавливаются в Disturbit над собой Counter Strike. То бишь, приложение не имеет никакого смысла больше. Ну, естественно, его каждый раз придётся запускать, когда вы заходите в CS. Но когда вы играете уже, это не имеет никакого смысла. Потому что скины уже установлены и активны. Вам просто достаточно нажимать на кнопочку Home и выбирать понравившиеся вам скины. Всё, больше ничего. Точно так же, всё работает. Перчатки работают, смены дня и ночи работают. Что ещё? Шейдеры, если сейчас не работают, сразу говорю. Чтоб у вас работали шейдеры, я могу записать другое видео, если попросите. Ну, всё. Типа, ставьте лайки, подписывайтесь, если понравилось. Пишите комментарии. Я тоже, кстати, могу помочь. Поэтому пишите комментарии, если что-то у вас не получается. Я помогу. Всё. Покеда.